Всем привет, друзья! С вами Нильв Горн, это игра TerraTech. Наконец-таки я добрался до TerraTech, потому что очень много игр еще было, которые хочется вам показать. Ребят, обязательно заходите на канал и оценивайте, заодно и подпишитесь, да и поставьте лайк новыми видосиками, и оцените новые игры, которые появляются на моем канале. Они очень прикольные, все песочницы, ну и я уверен, они вам понравятся. И в этом видео я хотел бы рассказать, что было на стриме на последнем по TerraTech и чем я буду сегодня заниматься. Что было на стриме? Ну, вообще, я пытался строить мобильную базу, то есть, благодаря якорю у нас теперь появляется возможность строить базу как бы на колесах, и которая будет превращаться в стационарную базу. Я начал строить, смотрите, ну и вот вышло что-то типа вот такого вот устройства. Сейчас давайте, где-то вот оно у нас было, надо было сразу вывести, наверное, в одном из обновлений. А, ну, вот, собственно, сейчас его соберут, по кусочкам, и вот оно вот получилось. Вот такая вот штуковина получилась, прикольная, все клевское устанавливается, вот даже сейчас я, наверное, смогу ее вот там вот посередине, видите, якорь стоит. С якорями в последнее время тут они накосячили, немножко сложно теперь пришвартоваться очень. Вот, вот, пришвартовались, и вот типа у нас база, там сейчас батарея, все будет работать, и как бы она функционирует, да, но в принципе крафт есть. Но, по сути своей, я понял, что это бессмысленно и не очень интересно. Во-первых, почему? Во-первых, потому... Вообще, для чего хотелось построить базу? Для того, чтобы крафтить какие-то предметы на ней и добывать предметы. Но, смотрите, в чем суть. Вот сейчас вот здесь вот добываются мне вот, как он там называется, эрудитовые слитки. Сейчас производится вот там он компактный, я уже довольно-таки приличное количество таким образом материалов добыл. И вот здесь вот пока их ирузинблок, пока 5 штук, ну, будет добываться, и за кадром еще подобывается, я прям с запасом добываю. Вот, смотрите, то есть вот я приехал, нашел хороший участок, тут раз, два, три, четыре, да, то есть пять, шесть еще рядышком можно, когда верили, семь, восемь, ну, я уж не стал париться. Кстати, вот здесь вот можно, ну, ладно. В общем, вот, довольно-таки хороший участок, хорошо добывается, и вот, пожалуйста, довольно-таки быстро происходит крафт. Все круто и очень легко. Здесь же, вот в этом устройстве, смотрите, то есть я должен приехать куда-то, на этом устройстве поставить его, начать добычу, начать переработку. Потом, если мне нужно будет доставать, если мне нужно будет крафтить какой-то предмет, обратно доставать эту всю машину, да, то есть убирать, так как она не быстро ездит, и она не может, как, выполнять функцию боевой машины и функцию крафтовой машины. Конечно, можно и такую построить, но это тогда будет очень огромная штуковина, некрасивая и... Хотя, может быть, когда-нибудь я и такое попытаюсь построить. В общем, по сути, мне не очень понравился смысл вот этого. Смотрите, особенно проблема в том, только огромнейшая проблема в том еще состоит в том, что когда вы начинаете что-либо крафтить, и вам не хватило пары ресурсов, вам придется на этой машине ехать, потому что вы ее не можете убрать, потому что все ресурсы здесь уже лежат, какие-то переработанные, какие-то скрафченные, да. И это вот тоже не очень приятно, то есть вам придется как-то отдельно, отдельно, ну, не знаю, отдельно их складывать куда-то. В общем, есть такие вот неудобные моменты, от которых я типа подумал, да ну нафиг. Лучше вот по старинке собрать ресурсы, да, то есть и скрафтить себе все блоки, которые нужны. Вот и все. То, что лишнее остается, просто-напросто продать и вообще не париться. Именно сегодня этим я буду заниматься, построю себе быстренько небольшую, ну, вот за серию построю небольшую баску. Ну, давайте убираем все, как складывается, прикольно, конечно. Построим стационарную небольшую базу, которая будет крафтить не из... Не просто вот стоять, да, где-то в каком-то месте, и она, я к ней буду иногда приезжать и крафтить. А именно я ее буду призывать, она будет стоять на месте и создавать мне какие-то блоки. Ну, вот как-то так вот. Я думаю, идея понятна. Ну, давайте, в принципе, начнем. Блоков у меня достаточно приличное количество, я постарался подготовиться. Но обязательно базу будем вот на такой платформочке строить, да, то есть здесь даже можно, в принципе... Да, давайте-ка мы сразу же поставим кучу батарей. Вот так вот. Получается у нас 5 на 5, да. Да, получается 5 на 5, я даже, наверное, не буду строить больше. То есть 5 на 5 такая вот база у нас получится. Я специально, на всякий случай, маленькую машинку взял, чтобы вокруг базы ездить. Блоков, как видите, у меня очень много и... Ну, их довольно-таки легко сейчас добывать. Единственное, что некоторые блоки приходится допокупать. Но, в принципе, не страшно. Так, здесь давайте где-нибудь кабину воткнем. Хотя вот даже вот... Хм... Может быть, вот так вот? Или... Или вот так вот? Каждый угол будет защищен тогда. Да? Давайте попробуем кабину сейчас поставим. Посмотрим, как это вообще зафункционирует. Так, и солнечные панели надо нам. Вот солнечных панелей у меня не очень много, но... Кстати, их... Оу! Их, кстати, и можно вот здесь вот внутри вот так воткнуть. Да, то есть... Тем самым обеспечив себя большим запасом электричества. Так, наверное, даже... Я вот думаю, нет. Он... Он по центру не сможет встать. Сейчас мы глянем. Вот так вот. Ну-ка, включайся. Хотя нет, смотрите. Идеально. Идеальный просто... Идеально цепляет всю базку. Отлично. Отлично, ребят. Отлично. Солнечные панели, может быть, чуть ниже сделать? Да нет, в принципе, можно и так оставить. Ой. Куда-то я их воткнул не туда. Хм. Ну ладно, пускай здесь. Пускай здесь реально солнечные панели будут. Внутри. Что нам остается сделать? В принципе, очень простые элементарные вещи. То есть нам нужно поставить пару складов, на которых будут храниться предметы. И поставить крафтовую систему. Вот, наверное, и все. Я сейчас немножечко еще за кадром подумаю. Я вот все думал, куда солнечные панели получше деть. А, и нашел. Нашел выход. Пожалуйста. Только вот здесь вот установка не устанавливается почему-то. Почему? А, ну, ладно. Окей. Пускай она, похоже, сама будет как-то цепляться каким-то образом. Это и хорошо, кстати. Пускай цепляется, как ей удобно. Это хорошо. Даже, я бы сказал, отлично. То есть вот такая вот у нас основа получается. Пушки можно нацепить вполне. Можно, допустим, защитные щиты поставить. К примеру, да? То есть, допустим, наверное, даже получится... Ну, нет, наверное, вот так вот получится только сделать, да? Мы можем прям базу вообще закрыть, да? То есть... И она будет исключительно... Исключительно закрытой. Исключительно закрытой. Господи, что говорю. Ну, вы понимаете. В принципе, интересная идея. То есть, нас даже не смогут пробурить в упор. Такая. Ну-ка. Ну-ка. Отлично. То есть, такое бронированное. И какую-то часть, если нам нужно будет, мы будем открывать по надобности. То есть... Где-то утилизаторы будут стоять. Или, наоборот, которые будут производить устройство. И с какой стороны нам выход нужно будет, мы будем потом открывать. Здесь давайте я сразу закрою, чтобы какие-то блоки не проваливались просто вниз. Ну, или что-то типа такого. Вот так вот. Вот такое полное закрытие. База закрыта. Отлично. Давайте теперь подумаем по поводу складов. Складов немного не нужно, да? И, по сути, по сути, наверное, по-хорошему даже склад можно здесь поставить. Склад обязательно мы берем большой ГСО. Допустим, вот так вот. Вот так вот. Допустим. Больше мне, в принципе, не нужно. Почему так? Это и то, наверное, много. Хотя нет, не много. Потому что у нас... Вот я, наверное, зря изначально ресурсы начал производить еще в больших, да? Потому что здесь 120, да, допустим, блоков. И это, ну, слишком много. Это не круто. Здесь мы берем конвейер. Где у нас конвейер-то? Обычный. Обычный конвейер. И выставляем. То есть это у нас линия подачи. Здесь как раз-таки убираем. Оп. Линия подачи. Убираем. Так. Можно даже, кстати, сделать его... Его можно сделать, смотрите, закруглить, чтобы он шел вниз. Сейчас, допустим, вот сюда вот. Эх, неудобно, а как? Ресурсы мешают. Так. Потом вот так вот. Слишком низко. Слишком низко. Вот так вот. На таком уровне давайте сделаем. Вот так вот. И уже здесь мы сделаем линию... Линию утилизаторов. То есть... То есть... В принципе, мы сейчас уже можем поставить все утилизаторы, кстати. Допустим, утилизатор. Вот самая проблема, наверное, да? Это... Это как раз-таки... ГСО. Так. Да, вся база. Оп. Вот видите, как она еще может вставать, база. Прикольно. Прикольно. То есть как ей удобно, так она и будет цепляться. Я так понимаю, вообще выгодно как раз-таки со всех сторон якоря ставить. Надо будет попытаться сделать какое-то устройство. То есть с четырех сторон якоря, где будут стоять. И может быть тогда вообще удобно будет устанавливать. Так. Мы ставим Вентуровский. Мы ставим Вентуровский, я сказал. Да что ж это будет? А, я. Извиняюсь. Я сам кнопки перепутал и ругаюсь такой. Ух ты ж. Так. И мы ставим... ГСО. Все. Здесь у нас еще хавки вставим. В принципе, готово. То есть мы сможем производить уже ресурсы. То есть мы можем... Оп. Сюда кинуть ресурсы. Он переделывается, превратится в ресурсы. И дальше уже пойдет крафт. Так, теперь у нас нужна вторая линия конвейеров, которая будет как раз таки подавать ресурсы на основную линию. И так как в виде башни у нас получится, то я просто наверх все это буду выводить. Допустим, вот так вот. Здесь мы разворачиваем. И пошло. Здесь у нас будет, к примеру, здесь у нас будет производство... Сейчас мы давайте сделаем фабрикаторов, обрабатывающие заводы. Допустим, четыре. Нет. Или три хватит, наверное. Ну, кстати, возможно, и три хватит. Почему нет? Но вот я вижу опять же проблему, да? То есть, смотрите, видите? Ресурсы идут вот так вот. Материал подается сюда и выходит сзади. Это, наверное, неправильно. Поэтому мне нужно будет развернуть. Вот. Вот так вот, наверное, да? Так. Отличненько. Это даже в какой-то степени видео такого небольшого гайдика, что ли. Построение базы. Ну, по крайней мере, как я ее строю. Потому что... Есть очень много комментариев о том, типа... Сделай видос, как строить базу. Ну, или что-то типа такого. Так. И теперь нам нужны... Да, должны фабрикаторы. Это уже посложнее. Вот опять же, да? То есть, мне нужно как-то... Ну, как-то его так установить, чтобы он... Не назад выкидывал готовый материал, а вперед. То есть, мне нужно его развернуть. То есть, желательно вот где-то вот... Вот так вот должен стоять. То есть, это его нужно завернуть... Да, наверное, давайте-ка мы сейчас наверх поднимем и развернем вот здесь вот. Кстати, да. А может быть... Блин, слишком длинный конвейер тогда получается. Не хотелось бы делать длинный конвейер. Может быть, тогда перенести склады вот сюда и... Здесь как раз-таки поставить выход. Да, кстати, вот склад... Лучше перенести склады сюда. Вот как-то так оно получилось. Получилось, но... Не скажу, что типа я удовлетворен. Ну, в принципе, нормально. Но здесь вот всего лишь два. Два получилось с обрабатывающего завода. Ну, ладно. Окей, давайте попытаемся с двумя. Потому что... Может быть, этого и хватит, конечно. Но... Точно нам нужно, конечно, фабрикаторов. Получается четыре штуки, да? Но... Один еще нужно будет скрафтить. Он, по-моему, довольно-таки дешево крафтится. Так, и... Теперь вот как раз-таки нужно уже поднимать. Вот теперь придется поднимать. Да. Наверное, даже, знаете, я как сделаю? А вот прям вот здесь вот сделаю подъем. Да, типа... А чего стесняться? Да? То есть вот так вот как-то. Так. И... Ой, конвейер. Оп. Наверное, да. То есть он... Он же прям... Кстати, его можно даже вот так вот оставить. И... Вот здесь вот уже... Ты-дын! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отлично. Отлично. Единственное, что... Единственное, что... Единственное, что... Я бы, наверное, все-таки... Блин, вот здесь вот два блока. Он в три... Шириной в три блока. Вот... Вот этот блок, он странный. Почему-то здесь такой изгиб получается сделать, а здесь такой изгиб не получается сделать. То есть короткий, да? То есть... Странно. Ну ладно. Может быть, кстати... Раз, два... А, все равно, даже если... Просто боковым подъемом все равно придется... Поднимать... Окей. Окей. Если кто не понял, о чем я негодую. Здесь вот, видите, склады задевает. Склады задевает. Это немножко... Неприятно. Это даже не немножко, это множко... Это множко неприятно. Так, ребят. Ну вот что-то типа такого я сделал. То есть, видите. Не вмещалось на первом этаже. Ну, окей, окей. Не вмещается. Так не вмещается. Сделаем вот так вот. Ну, довольно-таки неплохо получилось. По крайней мере, выглядит прикольно. Так как у нас есть блок-ускоритель, да? То есть ускоритель блоков, то, в принципе, видите, не проблема делать большие расстояния. То есть скорость передачи будет очень быстрой. И блоки будут переходить очень быстро. Теперь нам нужно еще один сделать этаж с такими же вот постройкой подобной. Но, наверное, уже вот здесь вот, да? То есть. Потому что здесь, по-моему, блок как раз-таки вот на такую высоту выходит. Если я не ошибаюсь. В принципе, не хочу проверять. Потому что сейчас, если я разберу, потом, черт возьми, не соберу. Хотя... Хотя давайте... А давайте-ка проверим. Пусть... Что такого? Вот... Давай-ка. Чувствуете, а? Чувствуете, какая скорость переработки? Сейчас как раз-таки и проверим высоту заполняемости вот этого одного склада. Да, уже выше, чем я... О-о-о-о! Уже выше, чем я... О-о-о! Вообще в разы выше. О-о-о! У-а-о! Хе-хе! У-у-а-о! О-о-о-о! Офигеть! Офигеть! Я чё-то немножко в шоке. И я сейчас думаю, может быть, реально вбок сделать. Потому что, ну, это прям чё-то серьёзно очень круто. Блин, как же это круто, конечно. Я сейчас обратно крафчу обратно такой блок. Посмотрите, как оно... Всё. Блин, конечно, вот с ускорителем конвейеров стало намного легче. Сейчас я сделаю... Попытаюсь сделать склады на бок. Поставлю вот на этот бок. Вот на этот бок. Чтобы сделать так и компактненько. И чтобы здесь... Тогда здесь, блин, место больше... Ух! Надо было, наверное, сразу так делать. Хотя я хотел, знаете, вот именно такую башню защищённую сделать. Но, похоже, не получится. Ну вот, все... Все моменты не учтёшь. Особенно, когда ты строишь в какой-то ограниченной локации. Да, то всего, конечно же, не учтёшь. И вот здесь вот, ну... Окей, вот так вот получилось. Но довольно-таки неплохо. В принципе, тогда здесь можно конвейеры пустить не вдоль. Но, по крайней мере, на один блок ближе. Вот как-то так. Теперь мне точно не будут склады с предметами... Ну, с ресурсами мешать основному крафту. Да, то есть вот центральной части. Ну... Как меня иногда убивает установка блоков здесь. Это просто... Вот. Вот. Наконец-таки. И теперь мы теперь просто можем нормальную окружность сделать. Да, то есть и всё. То есть сделать по кругу. Так. Ну вот что-то типа такого на данный момент. Как бы мне здесь освещение воткнуть. Ну ладно, сейчас подумаем. На данный момент что-то типа такого. И первая у нас будет это как бы пустая, да, пустышка. Вторая у нас уже будет с одной вот этой вот. Нет, 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 нет. Давай-ка я тебя хотел бы совершенно по-другому поставить. А, ты не можешь только так ставиться. Ну ладно, окей. Вторая же у нас будет уже со второй, да. То есть сложный блок компонентов два. И здесь будет третий стоять сложные компоненты три. Особенный блок компонентов. Ну ладно, особенный. Окей. Ну как-то вот и в принципе всё. То есть уже на данный момент уже готово. Кстати, вот сколько я тут сижу, уже получается сколько? Двадцать семь, да? Ну, пускай крафтится. Я пока никуда не спешу. Так. Давайте проверим одну вещь быстренько. Вот здесь вот. Вот здесь. Оп. Нет, не так. Я бы хотел вот здесь проверить тогда. Да, высота позволяет. Единственное, что мне постоянно нужно будет вот так вот этот блок. Давайте переносим сюда. И его, оп. Как видите, он заработал довольно-таки шустрее. Всё отлично. Всё отлично. Так. Единственное, что я бы ещё хотел, это чтобы блоки высаживались, так скажем, да. То есть вот с этой стороны. Вот с этой. Почему? Потому что на другой стороне у меня утилизаторы стоят. И если они начнут выкладываться там, где утилизаторы, то мне кажется, они начнут пропадать, да. То есть вот такое у меня мнение. Но если я здесь сделаю, то сюда начнёт не все блоки. Допустим, ладно, давайте. Давайте попробуем. То есть мне нужно ещё обратку сделать, да. То есть, чтобы возвращалось всё обратно. И здесь, наверное, будет сложно. Здесь придётся как-то закручивать это всё за... Так, но хотя с другой стороны я просто могу... Смотрите, я могу вообще сместить, да. То есть на данный момент сейчас вот эту штуку взять, перенести вот сюда. Вот. Потому что внутри тут уже точно ничего не будет. Да. Да, ребятки. Именно так давайте и поступим. Вот так вот. И здесь мы... Давайте вот так вот. Но уже... Но почему ты ставишься как угодно, но не так, как нужно? То есть и здесь мы спокойно сможем сделать обраточку. Ну, к примеру... К примеру... Ну, к примеру, как-нибудь... К примеру, мы можем закрутить здесь... Это тоже замедляет процесс. То есть... Оп. И уже вниз, допустим, сделать. Оп. Ну, ну же. Оп. Так, и пошло вниз. Оп. Так, теперь мне такую поперечню нужно, как вот такая вот. Оп. Все готово. Обратка есть, да? То есть эту обратку только надо вывести вот к этому конвейеру желательно. Вот к этому. Чтобы... Чтобы было вообще все просто по... По шикарю. Вот здесь убираем один щит. Я... Нет, не буду его... Кидать на переработку. Так, обраточку. Давайте доводим. Доводим. Оп. 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 Так. И понеслась. Также здесь опять делаем спуск. Вот единственное, что... Единственное, что... Вот здесь вот как-то, наверное, не получится, да? Сейчас давайте посмотрим. Да, видите? Вот этот блок, он здесь не... А. Вот так вот можно. Окей. Я не против. Я не против. Я не против. Мы делаем вот так вот. Нет. Нет, не так. Блин. Вот сейчас вот дилемма. Делаем так. Ладно. Я понял, как мы сделаем с вами. Оп. Только вот здесь вот теперь мне нужно как-то... Как-то, знаете, не вот так вот, а взять вот этот блок. Вот этот. Опять же не влез... Да ты из... Давайте я подумаю. Так, ребят, я вот так вот сделал. Я, как видите, вот здесь конвейер идет так. Здесь он поворачивается и идет уже по-нормальному. Здесь я уже проверил. Ну, давайте вот здесь даже запустим. Оп-оп-оп-оп-оп. Он спускает. Тык-тык-тык-тык-тык. Разворачивается. Оп-оп-оп. И все уже... Уже на складе. Этого и добивались. Теперь нам что нужно сделать? Ну, в factory. Так что давайте мы берем, значит... Мы берем... Что мы берем? Мы берем... А у меня... О, фабрикатор. Вентуруский берем фабрикатор. Допустим, предположим. Допустим, предположим. Так, мы берем... ГСО фабрикатор. Нет, это утилизатор. Утилизатор. Вот фабрикатор. Ставим его здесь вот. Допустим, нет. Давайте его края вот сюда поставим. Вот так вот, да? Так, и в... В этом фабрикаторе заказываем... Заказываем, заказываем вот эту штуку. Здесь у нас что? Эластичный кирпич. Радиозовые капсулы. И кирпич карбита. Вот сейчас бы только... Попробовать так запомнить, да? Все, так, карбит у нас вот так вот есть. В большом количестве, конечно, блин. Что-то... Оп. Пошло. Потом зеленая вот эта штука, на которой мы сейчас как раз таки делаем, да? Пошла. И... Красная, по-моему, должна быть. Фуда, точно. Вот единственное, не в геокорпус надо блоках, конечно. Оп. Вы видите, да? Как быстро все делается. Моментально, практически, практически моментально, ребят, вообще. Давайте вот здесь вот можно еще вот так вот поставить. Ой, подвисло, я прям побоялся даже. Мне нравится. Единственное, что нужно будет переработать сейчас в Вентуровске. Вентуровских. Очень хорошо хранить в Вентуровских, наверное. И прямо вот здесь вот, наверное, я сейчас тоже... Кстати. Давайте-ка мы знаете, что сделаем. Мы вот здесь вот убираем эту часть. Так. Фабрикатор у меня Вентуровский-то еще один хотя бы остался. Есть. Ставим фабрикатор Вентуровский. И уже вот Вентура, Эрудион, Роди... Как он там называется-то вообще? Эрудион, да? Вот. По восемь штучек. Понимаете, да? Все, готово. Он уже готов. Моментально. Просто моментально. Да, эта серия получается очень долгой, но вот этот... Вот эта система мне намного больше нравится, чем я пытался построить на стриме. Так, теперь нам остается только, опять же, назначить вот эти. Так, второй. Первый. Вот первый как раз-таки, второй. И третий уже... Ну, второй, третий, стая. Все. Даже можно, даже ради эксперимента, вот это попробовать скрафтить. Но здесь очень много нужно материала, потому что, посмотрите, у меня уже тут вот заполнено все. Но мы сейчас, смотрите, сначала что сделаем. Мы вот так вот. И вот так вот. О, господи. Он аж подглючил. Смотрите, сразу заказ 8. Он ушло. То есть, они уже готовы. Они сразу же ушли. На максимальной скорости, по-моему, сейчас предметы ходят. Сразу. Вок, следующее. То есть, в принципе, если я даже хочу, я могу, смотрите, как сделать. Я могу вот так вот еще один поставить. Ну, давай. Вот так вот еще один ставить. ФПС не просить. ФПС вообще отличный. Но... Сама игра такая. Оп! Сама игра такая. Оп! И останавливается. Все готово, ребят. То есть, если мне нужны какие-то вот такие вот быстрые крафты, то, пожалуйста, я могу тут работать, допустим, даже перейти на фабри... Вот вообще, то есть, на такую скорость. Кстати, а давайте-ка я вот здесь это сделаю. То есть, это отдельная линия будет не глюч. Если... Оооо... Если я собираюсь сделать отдельную линию... Вау. Так, если я собираюсь сделать отдельную линию по переработке ресурсов, то просто сделаем здесь чисто вентурским, потому что мне нужно работать только с вентурой. Вот и все. Отлично. Отлично. скорость как видите просто бешеная и все вот моментально даже 2 2 хватит даже только конечно подглючивает я не знаю почему но подглючивает ребят то есть подключить почему непонятно честно скажу непонятно почему подручивает то есть когда я заказываю делаю какой-то заказ то она начинает подглючить также мы сейчас можем с этим углем проделать то же самое об пошло жиг-жиг-жиг-жиг-жиг-жиг-жиг-жиг-жиг-жиг все запрос мощный запрос быстрый довольно таки быстро производится скорость конечно ох ребят это и это это божественно реально божественно мне нравится мне нравится что у меня получилось компактненько уютненько смотрится самое главное да конечно вот допустим если на меня нападут то она беззащитная база конечно здесь вот можно на втором ряду допустим добавить пушек спокойно как ничто нифига делать здесь уже надо просто подумать ну то есть как лучше сделать пушки или поставить может быть еще какие-то защитные сооружения там не знаю ракеты кинь может быть еще щиты поставить в общем надо думать но вот на этом я наверно пока что закончу и вот именно в таком вот варианте да здесь нужно еще поставить геокорпс и хавки фабрикаторы хотя вот кстати геокорпс то я могу уже поставить а кстати фабрикатор у вот при я устанавливаю на эту на это устройство какое-нибудь другое устройство и во время крафта она так прям игра так чинк на секунду замирает серьезно не знаю или запись замирает но но игра точно замирает фабрикатор а ну как видите не помешал фабрикатор прохождению ресурсов это хорошо а а утилизатора до сих пор нету да то есть ну вот вот вы как как видите да то есть довольно таки шустренько все это сделали довольно таки быстро я бы даже сказал вообще моментально шикарно я прям вообще в восторге на самом деле я я в восторге от того что у меня получилось дальше дальше но остается крафтить следующей серии скорее всего я буду передвигаться на другую наверное локацию я не знаю хватит ли мне да хватит уже вот радиан 26 а здесь еще уже началось уже вот 7 да то есть этого 20 ой ребят ну дофигища ресурсов конечно надо ее сохранить и и уже наверное отправляться так назову ее а 2 а 2 вот так чтобы быстрее находить ой 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 нет значит такое уже типа есть а 3 значит назовем вот так вот такая баска меня полностью устраивает остается только крафт но это уже в следующих сериях я буду этим заниматься потому что вот сюда бы я бы установил венту русские черные дыры которые бы здесь именно забирали материалы ну и в принципе вот такая вот небольшая база производит компактная такая на нефтяную вышку похоже да то есть на мой взгляд блин мне нравится я прям вот реально люблю когда что-то получается и ты такой типа ну вот у тебя прям ощущение что ты в восторге от того что у тебя получилось и вот сейчас я полностью в таком вот ощущение на этом я буду заканчивать ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии если захотите чтоб я выложил следующем видео эту базу ну давайте набираем 400 лайков хоть эта база такая в самой простая но все-таки если вдруг вам захочется вы проявите себя всем всего удачи и пока